Будет самыми шикарными на каблуках ходить в супермаркет за наконец-то появившихся в магазинах туалетной бумагой. Ура! Если сочетнуть две странные вещи, то вещь на этот перестает быть странным. По типу минус на минус дает плюс. Правильно? Очень. Стейтмент бузы, чтобы разбавить. Понимаете, я ведь тут вот это вот на каблуках все произвожу, взад-вперед, туда-сюда, поэтому меня немножечко иногда качает и заносит. Ну что, сегодня у нас шоппинг-влог на дому. Что делать? Такая ситуация, что всеми нами любимые шоппинг-влоги пока отменяются на какое-то время, и мы продолжаем сидеть дома, продолжаем соблюдать карантин. Да и, собственно, все закрыто. Даже если бы мы не соблюдали, то пойти некуда. Ну да ладно, у нас есть шкаф, в который мы можем сходить на шоппинг с не меньшим результатом. И, как я убедилась, это надо делать периодически. Это экономит вам время, деньги. В общем, не надо ходить в магазин. Иногда можно сходить в свой шкаф и найти там очень интересные вещи, которые, на самом деле, мы забыли про них. Мы их не используем, мы не знаем, с чем их носить, как их носить. А тут у нас сейчас полно времени. В общем, покопавшись в шкафу, я кое-что нашла. Вернее, нет, я делала когда-то свое расслабление. Вот пару видео назад я не только расслабилась, я не только выбросила вещи, которые решила, что я носить не буду. Но также я нашла вещи, которые я забыла про них. И они такие, знаете, немножко, ну, скажем так, непростые в стилизации. И я не знала, что с ними делать. Они висели там где-то в углу, ждали своего часа. Они мне очень нравятся, но у меня никогда не было времени решить, с чем их носить, как мне их носить. И я, в общем, так их двигала, отодвигала и думала, когда-нибудь, когда-нибудь у меня будет время, когда-нибудь я соберусь, я их вытащу из шкафа и начну примерять, с чем мне их носить. Бабах, бойтесь своих желаний, что называется. Вот этот день пришел, это свершилось, и мы как бы, да. Но ничего, все к лучшему, наверное. И у нас теперь появилось время, и мы теперь вот занимаемся вот этими вот всеми этими примерками, рамостными и так далее. Сейчас я вам покажу, что я нашла, и покажу потом, с чем я решила это носить. Я перевернула весь свой шкаф с удовольствием. Вот. И, в общем, у меня несколько вещей, которые я... Вот они вот, вывешены у меня раз. Ну, значит, у меня есть такой палки. Вернее, у меня есть, но она там внизу стоит, в эсмоте, и я не хотела ее тащить наверх. Я поэтому так их расположила вот на комодике за это. Так, casual, без формальности. Вот, сейчас буду показывать. Так, таким образом у нас образовались три вещи с этикетками. Сейчас мы будем их отрезать. У нас будет такая церемония отрезания этикеток. Вот. И три вещи. Значит, первая вещь, это такой как бы свитер-блузо. Ну, в принципе, такой трикотажная кофта. Длинная довольно, интересная тем, что вот здесь вот у меня на рукавах пришиты настоящие перья. Я купила ее несколько лет назад, когда перья были вот в самом-самом-самом пике моды. И вы знаете, что я считаю? Я считаю, что перья не вышли из моды. Они вообще никогда не выходят из моды. Перья, по-моему, в моде в 20-х годах прошлого века, после той эпидемии и той великой депрессии, они с тех пор как бы из моды не вышли, потому что мне это кажется, что люди тогда, когда в 20-х годах эти все блестки, стразы и перья вошли в модуль, люди были настолько травмированы морально. Вот войной Первой мировой, испанкой, потом депрессия великая. Депрессия была в 30-х. Депрессия была в конце 20-х. Ну, в общем, вы меня поняли, а что я? Что они кинулись на эти моды очень сильно изменилась в 20-х годах прошлого века. Встали короткие платья, женщины отрезали волосы, отрезали платья, ходили в перьях, в стразах. В общем, как бы вот эта вся роскошь великого Гетсби и, значит, вся вот эта вот мода. Мне кажется, если честно, мне кажется, в глубине души я надеюсь, потому что я тоже любитель перьев и стразов, что некоторые предрекают минимализм, который тотально вступит в моду после всех вот этих вот катаклизмов и эпидемий, а я, наоборот, предрекаю, что когда мы, наконец, нас выпустят из дома и нам разрешат куда-то выходить, и мы после 2-3 месяца, недели, не знаю сколько, сиденья дома в трениках, наконец, выйдем из дома, мы все оденем свои перья, свои стразы и будем самыми шикарными на каблуках ходить в супермаркет за, наконец-то, появившийся в магазинах туалетной бумагой. Ура! Так вот, перья был такой, знаете, микротренд. Это не был супертренд, потому что микротренд отличается от супертренда тем, что микротренд появляется не глобально в магазинах, его не носят все. Как результат, он не становится таким надоевшим чем-то таким, что уже, в общем, все смотреть на это не могут и перестают носить. Так вот, перья был микротренд, и, по-моему, вот оно так вполне себе осталось и никуда не ушло, вполне себе можно носить. Вторая вещь – это такое прозрачное шифоновое платье. Оно вот продавалось вот так вот, без подкладки. То есть имеется в виду, что это платье нужно будет носить с чем-то вниз, как бы как верхнюю часть гардероба, как верхний слой. Вот, висела, не знала я, с чем его носить, что с ним делать. И следующая вещь – это этикетка, пожалуйста, останавливайте. Это такая туника, очень интересного цвета, очень интересного фасона. Такая необычная, нестандартная, в общем, как бы достаточно сложная. Ну, не то, что сложная, ну, в общем, необычная в стилизовке, поэтому вот я, как бы тоже, вот она у меня висела без дела, ее не знала, что нужно сделать, но сейчас пришел ее час. Все, я сейчас начну вам мерить, показывать, что я, как я собираюсь эти вещи носить, чем я собираюсь эти вещи носить. Ну, короче, давайте будем смотреть, я надеюсь, что вам понравится, будет интересно, полезно, вы развлечетесь, получите удовольствие. Ну, и, как всегда, мерить. Самый платье, в котором я была, кстати, очень-очень модного, тоже было когда-то цвета тай-дай, который вроде бы как вышел из моды, не вышел из моды, не знаю. Ну, короче, я его люблю, ношу с удовольствием, это платье шикарное, очень мне нравится. И вот сверху я надела вот это вот прозрачное платье. Так, это вариант из серии. Если сочетнуть две странные вещи, то весь мир перестает быть странным, по типу минус на минус Д плюс. Правильно? Значит, это такая вот вязаная кольчушка с таким кофешоном. Очень странная, необычная, интересная вещь. Я очень долго тоже узнала, с чем ее носить, в конце концов, я, ну, как бы, как верхний слой ее можно носить с какими-то вот странными вещами, и вот тебе надо было в платье. И обе они прозрачные, но если две прозрачные вещи одеть друг на друга, то они предстоят быть прозрачными, и вот получился пока вот. Еще одна довольно странная сама по себе вещь, это такое бархатное платье, туника, довольно короткое, с карманами. Вот если его носить просто так, оно просто такое, знаете, странное короткое платье, ни куда дыма, ни сюда дыма. А вот если я вниз надеваю вот это вот платье прозрачное, то все это становится интересным, необычным. Главное, чтобы рукавчик торчал, вот здесь вот, видите. Я считаю, что довольно интересное сочетание текстур, потому что вот бархат и вот этот вот прозрачный шифон, все, даже не шифон, а сетка какая-то. В общем, ну, по-моему, интересно, необычно. Еще один вариант. У меня есть такое платье, есть синее, очень похоже в цвет к этому вот, вот этому платью. Просто такое, знаете, длинное, плиссированное, такой сарафан на поясе. И иногда, когда просто, вот знаете, хочется прикрыть руки, и вот не всегда уместно ходить голыми руками, и холодно, и вообще там, в общем, не всегда хочется. И вообще, с некоторого возраста ручки можно уже прикрывать. Да. Вот если сверху надеть вот это вот платье прозрачное, они абсолютно одинакового цвета. Вот этот сарафан, он выглядит как будто бы это подкладка этого платья. Ну, а, и, кстати, я его надела задом наперед, потому что это, в принципе, вот это вот у него сзади, такая вот завязка этого платья. Это сзади, потому что, видите, здесь этикетка как-то, ее надо отрезать. Мне даже так понравилось. Я случайно как-то так надела его наоборот, и мне понравилось. Мне кажется, что даже это интереснее здесь получается, что вырез. Ну, вот. Так вот. Это вариант похож на предыдущий, только здесь я использую вместо платья такую майку на слинниках, на бритейках, на слинечках. И внизу у меня юбка синяя, такой сиреневый, ну, в общем, корошек. Немножко добавляет цвет, а то у меня как-то так сильно получилось, что все вот это вот у меня синяя вокруг, синего, и синяя на синем, ну, вот так как-то вышло. Не знаю, как-то мне так захотелось. И я одела пояс в цвет вот этих вот горошков на юбке. Сейчас покажу внизу, как это выглядит. Ну, в общем, тут как-то все думают, как-то немножко скринутся, ну, вы поняли идею. И это, поясло, чем наконец-то поясалось. Вы знаете, как я люблю себя поясать. Ну, в общем, вот так. Следующий наш герой – это вот эта вот самая туника цвета такого серо-голубого с коротким рукавом. И, в общем, таким вот разрезом здесь. То есть, ее можно только носить, как что-то с верхней, как что-то, в общем, вниз обязательно мы не надеваем. И я вот первый мой вариант – это у меня такое платье есть подходящего довольно цвета, перекликающийся тона, симпатичный довольно такой. Платье симпатичное само по себе, необыкновенной красоты. Я его люблю и страстно обожаю. Его можно носить вот без этого всего. Но вы же понимаете, это же скучно, да? Мы же любим играться со всем этим. Вот. И я, значит, надела пояс бежевый такой под цвет вот этих вот цветов на платье. Вот. Ой. В общем, короче. И там туфли у меня такого же цвета похожего. Я вам когда-то в каком-то своем видео показывала этот цвет. Я не могу вспомнить это по-русски, по-английски. Они называют цвет здесь перевинкл. Не знаю, как это перевести. В общем, туфли, которые очень-очень подходят к этому вот, к этой тунике, чему я страшно рада. И, в общем, сейчас я вам покажу, как это будет. В следующем варианте у меня есть такой летний сарафанчик в горошек. Я люблю горошек. Все знают. У меня миллион вещей в горошек, на самом деле. Но не суть. Он совершенно летний, такой тонкий. И наш леечка очень открытый, очень летний. И вот эта вот туника, она по цвету удивительно подходит вот под эти вот горошки. Если пододеть ее вот этот сарафан, то он из левнего превращается в зимний. Ну, как это? Ну, не в зимний, конечно. Но на самом деле, вот он совершенно открытый, совершенно такой пляжная вещь. А если надеть его с этой туникой, то он, в принципе, становится только более, ну, как вы. Ну, его не обязательно можно на пляж, и не обязательно в очень жаркую погоду. А, в принципе, можно носить как более такая вещь на более прохладную. Следующий вариант – это монохромный лук. Я нашла юмку, которая очень-очень подходит по цвету капитуньки. Куки? Куки? Кузова. Горей, не мой, не мой конюк. Значит, она, знаете, она сделана из гипюра. Я вам сейчас покажу ее внизу, как это выглядит внизу. Ну, в общем, тоже, знаете, за счет того, что туника, она такая шелковистая, бескозная, а юбка гиперовая. И, в общем, такая разница в текстур делает интересное. Это все. Ну, и поскольку вот все, чтобы было одинакового цвета, а это, как мы знаем, скучно, то я надела такие бусы черные. Стейтмент. Стейтмент бусы, чтобы разбавить. Вы понимаете, я ведь тут вот это вот на каблуках все произвожу, взад-вперед, туда-сюда, поэтому меня немножко иногда качает и занудит. Вот. Да, в общем, стейтмент черные бусы, чтобы немножко разбавить вот эту вот однотонность, однообразие. Можно, кстати, еще надеть пояс, наверное, черный. Может быть, это будет много пояса бусы. Может, это будет пояс или бусы. Ну, подождите, секундочку. Что вы скажете, пояс и бусы нормальны или много? Или что-то надо снять? Может, что-то одно надо снять? Здесь же можно черные туфли, а можно... Я оставила свои вот эти же туфли. Нехуй-то мог переодеваться, я пыталась. Так, ну вот смотрите, пояса бусы. Много это, тумач или ничего? По-моему, ничего. Такой однотонный лук. Мне кажется, что вот немножко разварить его поясом. Немножко потом сниму ниже, вам, чтобы вы видели. Это такая юбка. Она очень подходит в фон. Такой же голубой, серо-голубой. И на ней сверху такие вот красненькие, красные, с бортовой, сиреневые такие цветы. Дела вниз под эту тунику, надела пояс по цвету, чтобы не слишком много уже делать цветов. Сейчас покажу внизу, как это выглядит. Юбка так пикантно выглядывает из-под этой вот одежды. И за счет того, что юбка такая разной длины, не одной длины, а такой, знаете, вот варьируется длина. Это выглядит очень интересно, по-моему, достаточно необычно. Ну, в общем, интересно. Мне понравилось по сочетанию цветов. Мне понравилось сочетать с этой юбкой, потому что она такая, она нескучная сама по себе. Ну и вот это все сверху как-то так. Еще один вариант с красной коралловой шелковой юбкой. Ну и, конечно, тут же под шумок я, конечно, на себя нацепила все, что было. Все мои красные кораллы и красный пояс. И, в общем, еще можно было красные туфли. Но нет, я уже туфли оставила, какие есть. Возможно, что-то можно снять. Может быть, вот эти снять. Или пояс снять. Ну, в общем, пока что так. Давайте с ним попробуем снять пояс. Кстати, пока я его не сняла, я ему хочу похвастаться. Он, сейчас видите, насколько он подходит. Пряжка к этой кофте. Я просто поразилась, как она подходит. Она такая, видите, она... Ну, сейчас я вам сниму, я покажу. Она такая сероголубая. Ну, просто вообще, как-то, как будто сделали под это. Ну, в общем, вот так. Вот без пояса вариант. По-моему, даже с поясом неплохо. И даже вот эти вот все бурцы и пояс, по-моему, особенно как-то не... Нету большого противоречия. Видите, как конечно, подходит под эту кофточку. Супер-пупор. Да, сейчас я его внизу покажу. Ну, в общем, юбку вообще мне потрясающе нравится. Она шикарная такая шелковая-красная юбка. Гвоздь моего гардероба. Нашлась у меня в гардеробе вот такая блузочка, которая удивительнейшим образом совершенно подходит под цвет вот этой вот... Под цвет этой туники. И здесь немножко есть желтенький. Немножко есть такой белый цвет, бежевый. Поэтому я надела желтую юбку, светло-желтую-лимонную юбку. И хотела такой же пояс, но пояс не нашла. Поэтому надела белый пояс. В принципе, легит, потому что здесь есть белый цвет. И сочетание трех цветов, все соблюдается, все как надо. В общем, тоже приятный вариант. Мне понравился. Здесь можно еще надеть желтые пасоножки, туфли или ботинки, или что-то такое. Ну, в общем, можно и нет. Я оставила те же самые туфли. Может быть, и не нужно, потому что, знаете, желтая юбка с желтыми туфлями. А так, получается, туфли вот эти вот серо-голубые. И, может, даже и лучше. И последняя наша находка. Встали, да? Я тоже, если честно. Ну, ничего, скоро мы это все закончим. Последняя находка и последние примерки. Вот такая вот кофта, блузка. Она, в общем, такая из трикотажа. Свитер, не свитер, я не знаю. Ну, вот я вам показываю. Перья. Здесь я еще бусы пристроила такие с бомбалками. Рисунок такой, видите, у нее. Она такая желтая, черная, бежевая. Да, в общем, рисунок такой немножко в стиле 70-х, по-моему, 60-х. Что-то такое. В общем, ну, и фасон такой какой-то немножко. Первое, с чем я надела эту блузу, кофту, я, значит, надела ее с черными, такими немножко блестящими брюками. Очень нарядными, очень такими на выход. И получился такой, в общем, наряд на выход. Вот я сейчас сниму внизу и покажу вам. С каблуком, конечно. Ну, достаточно такой классический, скромный, потому что такая, классические брюки, классическая кофта, если бы не перья, но перья добавляют, конечно. Ну, в общем, все в этой кофте про перья. Все остальное не очень обычное, но перья вот эти вот на рукавах, это просто вот... и полетел. Все, давайте смотреть весь образ с брюками. Ну, я решила сейчас снимать только нижнюю часть, потому что, на самом деле, сверху ничего не меняется, остается та же кофта, те же блузы. Единственное, что я меняю пояс и низ. Как бы туфли тоже те же самые черные, я оставила просто черные лодочки. Ну, как бы да, потому что можно поменять что-то, можно, опять же, сюда надеть желтым санужки, но вы поняли идею. Значит, желтая шифоновая юбка в цвет вот этим вот желтеньким римонным рисунком, вот этим вот узорчиком здесь и черный пояс. Единственный вариант – это юбка-пачка с такими, знаете, защитного цвета и с такими вкраплениями с золотистыми, я не знаю, что это видно, надеюсь, что видно. Почему-то мне кажется, что защитный цвет вот это тоже очень подходит, я поняла пояс на более такой блестящий с какими-то такими стразами, потому что на юбке тоже есть золотые такие блестушки пришиты. Ну, вот знаете, как ни странно, защитный цвет совсем неплохо с этой, хотя здесь такой желто-черный, но вот, видимо, желто-черный образует защитный цвет, который очень хорошо сочетается с этим свитером, с этой комнатой. Еще один образ, которым, может быть, можно было бы и поспорить, но я не буду. Я, не знаю, мне нравится, потому что, опять же, вот этот вот такой защитный, это, на самом деле, платье-комбинация на мне надето, это не юбка, это платье, и оно вот под леопардовый, под леопарда, такого защитного-черного, и, в общем, два принта, но мне кажется, что они сочетаются неплохо. Еще и потому, что вот эти вот перья, понимаете, они, как бы, ну, делают, дают свободу фантазии, потому что уже, если у вас на рукавах перья прицеплены, то, в принципе, вы уже, по-моему, можете одеть на зеркал, что угодно. Вот так. Не знаю, мне нравится это сочетание, может быть, оно немножко спорное, может быть, и совсем классическое, но, по-моему, не плохо. Последний вариант, последнее сочетание, которое я назвала так, для себя, цыгане шумную толпу по Бессарабии качуют. Гуляют? Качуют. Цыгане шумную толпу по Бессарабии качуют. Вот это юбка, вот такая, с разрезами, с блестками, с вышивкой, с такими кисточками по низу, чтобы еще, как бы, блестки и вышивка мало, надо еще и кисточки, а и два разреза здоровенных по колокам. На самом деле, эта юбка у меня тоже висит, висит в шкафу без дела, достаточно долго, к ней трудно тоже что-то подобрать, и она может стать, она сама может стать героем целого видео, потому что, по-моему, вокруг нее можно танцевать и делать всякие смешные, интересные образы, я вам сейчас покажу. Собственно, вот она, вот такая вот юбка. Но она сегодня не гвоздь нашей программы, а гвоздь нашей программы кофта с перьями, и я решила их вместе надеть. Опять же, если вы надеваете перья, то вы уже, в общем, у вас есть каждый план надевать все, что угодно, блестки, вышивку и кисточки. Ну и два разреза, конечно, по бокам, чтобы дополнить безумное безумие. Кстати, может быть, можно было бы надеть высокие какие-то сапоги-батфорты вот под эту юбку, и было бы вообще класс, супер, но не сегодня. Когда-нибудь я, наверное, сниму целое видео про эту юбку одеть. Ну вот, это последний образ мой. Все, это мой последний образ. Это уже, так сказать, завершающий мой последний образ. Видео, наверное, получится длинным. Кто-то смотрел, молодец. Там мой большой палец. Если вам не трудно, поставьте мне большой палец, а подпишитесь на мой канал, если вам понравилось вот это вот все. Ну, вот, если не понравилось, поставьте дизлайк. Ну, не всем это может понравиться, и не всем нравится мое сочетание. It's ok. Вот. Я надеюсь, что вам было интересно, и я надеюсь, что даже если вам не понравилось, то вы получили какой-то заряд позитива, который нам всем нужен в это непростое и грустное, скучное время, когда мы можем примерять наши одежки только дома, и когда мы можем ходить шоппинг только в наш шкаф, в котором тоже есть чем поживиться, так что, как вы видели, мы можем вообще не ходить шоппинг, наверное, на карантине находиться год по трубку, не дай бог. И как бы у нас хватит одежды и хватит развлечений для разных примеров. Все, ребят, всего доброго. Надеюсь, что у вас все хорошо. Надеюсь, что вы все здоровы, и все у вас нормально, что не обращает вашу жизнь. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. Пока-пока. Бай!